Агентство подтвердило, что одна из ориентировок составлена на человека с фамилией Раздобутика. По сведениям газеты «Коммерсант» он являлся членом группировки «Ногайский Джамат», действовавшей на территории Ставрополя. Якобы именно он отправился в Москву с двумя смертницами, одна из которых случайно подорвалась 31 декабря 2010 года. Кем являются остальные люди, объявленные в розыск, неизвестно. Канада выступает против того, чтобы на ее территории находились члены семьи свергнутого президента Туниса. Об этом заявил сегодня премьер-министр Канады Стивен Харпер. По заверению переговоров в Рабате с премьер-министром Марокко Аббасом Аль-Фаси, Канада поддерживает процесс перемен в Тунисе, отметил он в беседе с журналистами. Затронув вопрос о членах семи бывшего президента Туниса, прибывших на прошлой неделе в Монреаль, премьер-министр подчеркнул, что Канада использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы сотрудничать с международным сообществом в решении вопросов от тех, кто был причастен к бывшему режиму. «Хочу совершенно определенно заявить, их не приветствуют в нашей стране», заявил Стивен Харпер. Днем ранее Тунис запросил помощь Интерпола, чтобы арестовать экс-президента Зин Аль-Абидин Бен Али, его супругу и других членов его семьи. Напомним, на прошлой неделе по крайней мере пятеро родственников Бен Али прибыли на частном самолете в Монреаль. У семьи свергнутого президента есть собственный особняк в престижном районе города. Два года назад его дочь Нестерин Бен Али с мужем-бизнесменом Сахер Эль-Матери приобрели его за 2,5 миллиона долларов. Министр обороны Канады Питер Маккей встретился сегодня в Оттаве со своим американским коллегом Робертом Гейтсом. Предполагалось, что это будет первая за долгое время встреча министров трех североамериканских государств. Однако Гульермо Калван из Мексики заболел и не смог прилететь в Канаду. Интересно, что переговоры планировались перевести еще в июле. Однако эта встреча была отложена из-за ситуации в Мексике, где продолжается война правительства против наркомафии. На нынешней встрече Маккей и Гейтс обсудили вопросы безопасности континента, а также наметили планы перехода военных баз в Кандагаре, где сейчас размещаются канадцы. После 2011 года канадские военнослужащие не будут принимать участие в боевых действиях, а займут места военных советников и инструкторов для Афганской национальной армии и полиции. Майкл Игнатьев и Джек Лейтон, лидеры двух главных оппозиционных партий Канады, продолжили свои поездки по стране. Их целью является привлечение голосов избирателей на весенних федеральных выборах, вероятность которых становится все более реальной. Оба они заявили, что вопрос о времени следующих федеральных выборов будет решен Стивеном Харпером, а не представителями либеральной или новой демократической партии. Ведь именно правительство консерваторов, возглавляемое Стивеном Харпером, должно до конца марта представить на рассмотрение парламента проект следующего бюджета страны, который бы устроил оппозицию. Майкл Игнатьев, объехавший за последние 11 дней города пяти канадских провинций, сказал на вчерашней встрече с избирателями, что его партия вряд ли поддержит проект бюджета, который будет предложен консерваторами. Потому что у либералов другие приоритеты. Начиная свой тур по стране, Игнатьев объявил свою партию альтернативной правительству Тори, которая, по словам лидера либералов, фокусирует свое внимание только на тюрьмах, самолетах и сокращении корпоративных налогов. Джек Лейтонс сделал заявление, что новые демократы, как никогда ранее, готовы к федеральным выборам. Блок Квебекуа выдвинул свои условия поддержки госбюджета. Заведение в Квебеке, выгодного для федеральных властей, гармонизированного налога, блок требует теперь компенсацию в размере 5 миллиардов долларов. В случае, если эти суммы будут выплачены, депутаты фракции, представляющие одну единственную провинцию, будут голосовать за бюджет. Если деньги не начнут поступать из Атавы в Квебек-Сити, поддержки правительству консерваторов не получат, а следовательно, может потерпеть поражение и автоматически отправиться в отставку. Блок Квебекуа указывает и на то, что франкоговорящая провинция не получила компенсации за совмещение провинциальных и федеральных налогов, таких, какие получают Антарио и Британская Колумбия. Квебек не получает никаких компенсаций за понесенные провинцией ущерб от жутких метелей 1998 года, в отличие от Манитобы, власти которой получают из Атавы деньги за разрушение во время наводнения, случившегося годом ранее. Квебек обижен также тем, что Альберта получила налоговые послабления, развивая нефтедобычу, а Антарио и инвестиции в чуть было не обанкротившуюся автомобильную промышленность, тогда как лесопромышленная индустрия Квебека никаких послаблений или бонусов не имеет. И, наконец, в уравнительных выплатах, несмотря на отправляемые в Квебек ежегодно 8 миллиардов долларов, провинция считает эти суммы недостаточными, особенно после того, как решен вопрос о выплате денег провинции Антарио. В общем, финансовые претензии выражаются в небольшую сумму – 16 миллиардов долларов. Но блок Вивекуа согласен поддержать бюджет и за треть от этого. Представители служб безопасности Канады сообщают, что им стало известно случаи вербовки молодых канадцев в организацию боевиков, базирующихся в Сомали, «Аль-Шабаб». Большинство молодых людей были завербованы в районе Торонто. Организация «Аль-Шабаб», как считают службы разведки Канады, напрямую связана с Аль-Каидой. Канадские официальные лица сообщают, что организация действует настолько успешно, что на сегодняшний день она представляет собой угрозу номер один для национальной безопасности страны. Согласно опубликованным в данном Министерства транспорта Канады, в автомобильных авариях сегодня погибает меньше народа, чем раньше. В 2008 году на канадских дорогах погибло 2419 человек, на 300 с лишним человек меньше, чем за предыдущий 2007 год. Таким образом, смертность на автодорогах в 2008 году оказалась наименьшей за последние почти 60 лет. Чаще всего жертвами катастроф становятся пожилые граждане, а реже всего дети в возрасте от 15 до 19 лет. Министр транспорта Канады Чак Страл заявил, что правительству, которое он представляет, удастся за время своего правления до очередных парламентских выборов достигнуть своей цели – снизить уровень смертности на дорогах на 30% по сравнению с периодом 1996-2001 года. Среда представителей одного из крупнейших мировых автопроизводителей компании Toyota отозвали у своих мировых дилеров 1 миллион 700 тысяч автомобилей. 12 тысяч из них были проданы канадским покупателям. Проблема состоит в утечке бензина и касается моделей Lexus GS300 и GS350, а также Lexus IS250 выпуска 2006 и начала 2009 года. Автомобили марки Lexus IS350. Большинство автомобилей с обнаруженными дефектами были проданы в Японии в количестве 1 миллиона 300 тысяч штук. В Орелии расследуется авария с товарным составом CN, который сошел с рельсов. Инцидент произошел в районе Юпергол Чикроуд в местечке Сэрон Тауншип в 3.20 утра. По данным полиции, с рельсов сошел 21 вагон. В одном из них находился пропан. Немедленно были эвакуированы жильцы нескольких стоящих рядом со станцией домов. Утечки пропана не зафиксированы. Авария с товарным составом не повлияла на пассажирский железнодорожный трафик. На месте происшествия продолжаются восстановительные работы. Согласно данным последней статистики, среди учащихся канадских высших учебных заведений больше детей-мигрантов, чем уроженцев Канады. Чаще всего стремятся продолжить школьное обучение в университетах дети, эмигрировавшие с родителями в возрасте до 12 лет. Среди юношей, прибывших в Канаду из других стран в 1980-х годах в возрасте до 12 лет, к 25-34 годам высшее образование имеет 32%, когда как средние уроженцы Канады того же возраста только 20%. Аналогично существует разрыв между числом молодых женщин, иммигранток с высшим образованием и числом уроженцев Канады в пользу первых. Правда, в последние десятилетия, отмечают аналитики, женщины опережают мужчин по количеству полученных дипломов об окончании вузов. Эксперты статистического бюро Канады объясняют большой разрыв между числом детей-мигрантов, оканчивающих канадские вузы и уроженцев Канады с высшим образованием тем, что первые прибывают из стран, где получение высшего образования традиционно для молодежи и среднего поколения. В Египте арестованы не менее тысячи участников акций протеста. Ранее было известно о 700 арестованных участников антиправительственных выступлений. Организаторы демонстрации выразили намерение продолжить акции протеста в разных городах, включая Каир и Суэц, которые начались во вторник. Основное требование протестующих – отставка президента Хосни Мубарека, находившегося у власти уже почти три десятилетия. Народные протесты в Египте в прессе сравнивают с событиями в Тунисе, где выступления оппозиции привели к перевороту и низложению президента Зин Эль Абедин Бен Али, который правил страной более 20 лет. Сегодня на восточное побережье Канады обрушился сильный снегопад. Большинство школ в этом районе закрыты. Во всех приатлантических провинциях после обеда были отмечены сильные порывы ветра от 60 до 120 км в час. Местами здесь прошел ледяной дождь. Наибольшее количество снега до 30 сантиметров выпало в Нью-Брансвике и восточной части Ньюфаунленда. Авиакомпания Air Canada предупредила о возможных изменениях в расписании полетов и попросила всех авиапассажиров перед выездом в аэропорт получить информацию о вылетах по телефону 1-888-422-7533. Такие погодные условия пришли в Канаду и США. В трех самых больших аэропортах Нью-Йорка, Бостона и Филадельфии вчера были отменены более тысячи рейсов. Новости спорта. Финал открытого чемпионата Австралии пройдет без россиянок. Вторая ракетка мира Вера Звонарева потерпела поражение в полуфинале. 27 января Звонарева проиграла полуфинальный матч бельгийки Кем Клейстерс, занимающий третье место в мировом рейтинге со счетом 3-6-3-6. В финале Клейстерс сыграет с китаянкой Лина на турнирах WTA. Звонарева с Клейстерс встретилась друг с другом в десятый раз. Теперь на счету Бельгийки 7 побед, на счету россиянки только 3. Звонарева пока не выиграла ни одного турнира Большого Шлема. Что касается Клейстерс, то она является трехкратной победительницей US Open, а на других турнирах Большого Шлема пока не побеждала. После матча со Звонаревой Бельгийка заявила, что если победит на Australian Open, то заставит своего мужа побриться. Ранее 27 января в финале женского одиночного разряда вышла 9-я осеянная китаянка Лина. Она победила первую ракетку мира Каролин Возняцкий из Дании. В мужском одиночном разряде в четверг состоится полуфинальный матч с участием швейцарца Роджера Федерера и серба Навака Джаковича. 28 января вторую путевку в финал разыграют британец Энди Мюррей и испанец Дэвид Феререр. Сербский теннисист Навак Джакович, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP, победил вторую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера в полуфинале открытого чемпионата Австралии. Джакович выиграл со счетом 7-6, 7-3, 7-5, 6-4. Решающим в третьей партии стал девятый гейм, когда при счете 4-4 Федерер проиграл на своей подаче. В последнем гейме у Джаковича было три матчбола. Первые две попытки получились неудачными, однако с третьего раза сербский теннисист завершил матч. В другом полуфинале в мужском одиночном разряде встретятся испанец Дэвид Феререр и британец Энди Мюррей. Этот поединок пройдет 28 января. Нападающий Вашингтон Капиталс Александр Овечкин получил удар клюшкой в глаз, находясь на скамейке запасных во время матча с Атлантой. Россиянина случайно ударил его одноклубник Брукс Лайк, который задел Овечкина, перелезая через борт после своей смены на льду. Серьезных повреждений ему, скорее всего, удалось избежать. Матч завершился победой Атланты со счетом 1-0. Единственную шайбу в середине второго периода забросил Николай Антропов. Российский вратарь Вашингтона Семен Варламов отразил 23 броска из 24. Вратарь Феникс Илья Брызгалов парировал 29 бросков из 31 в матче с Колорадо-Эвиленш. И помог своей команде одержать выездную победу со счетом 5-2. Еще один российский вратарь Николай Хабибуллин отразил 18 бросков из 21 в игре с Далл Старс 1-3. Защитник Нью-Джерси Дэвилс Антон Волченков отдал голевой пас в матче с Детройт Рэд Уинкс 1-3. А защитник Калгари Антон Бабчук отметился передачей в игре с Сент-Луис Блюз. Россияне Юка Кавагути и Александр Смирнов после короткой программы занимают второе место на чемпионате Европы по фигурному катанию. Лучший результат по итогам короткой программы, показанный в среду, у немецкой пары Алены Савченко и Робина Шалковы, получивших 72,31 балла. Кавагути и Смирнов набрали 69,49 балла. Третий результат показали россияне Вера Базарова и Юрий Лорионов, набравшие за короткую программу 62,89 балла. Юка Кавагути и Александр Смирнов являются действующими чемпионами Европы. В 2010 году россияне завоевали этот титул, опередив Савченко и Шалковы, побеждавших на чемпионатах Европы с 2007 по 2009 годы. Произвольную программу спортивные пары покажут 27 января. В этот же день с короткой программы выступят и мужчины. Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2011 году проходит в швейцарском Берне с 24 по 30 января. Это были новости на канале RTVC. В студии работал Алексальников. До новых встреч.